Привет, мои дорогие друзья, мы рады видеть вас на своем канале, начинаем с вами сегодня новый влог, я опять разговариваю в нос, не обращайте, друзья, внимания, я не болею, на меня напала аллергия, не могу никак от нее отделаться. В общем, я отсутствовала некоторое время на канале, я думаю, что вы, наверное, заметили мое отсутствие недельное, мы пропустили с вами два видеоролика, и вот как раз, давайте будем наверстывать упущенное, показываю, как мы встретили 1 сентября. У нас есть такая небольшая семейная традиция, от которой мы стараемся не отступать ежегодно, и 1 сентября мы устраиваем детям такой небольшой праздник развлекательного характера, вводим их обязательно в парк аттракционов, чтобы они напрыгались, набегались от души, чтобы 1 сентября у них ассоциировался именно с праздником, нежели с каким-то печальным событием о том, что начало учебного года. Конечно же, эта традиция больше пока ориентирована на сеню, потому что для малышей, в принципе, разницы нет 1 сентября, 2, 5, 10, но сеня обычно к концу лета этого дня ждет, потому что никаких отказов в этот день им ни в чем нет, все, что они захотят, от мороженого, сладостей, походов по ресторанам быстрого питания до любого аттракциона, который только им захочется. Поэтому, конечно, таким подходом цель достигнута, и 1 сентября действительно, ну вот, усенье ассоциируется с таким большим радостным праздником. Мне кажется, что это помогает здорово перезагрузиться после летних каникул, уже настроиться на учебный лад и как-то более оптимистично подойти уже к учебному процессу, действительно почувствовав себя хорошо отдохнувшим. Ой, какой! Классный? Можно потрогать, можно! Можно! Иди! Иди! Пойдем! Ты тоже динозаврик? Такие юные исследователи! Соня боялась сначала зайти, мы еле затащились сюда. Сеня, читаем карточку, что написано. Сонечка, не уходи одна! Я потрогаю его! Можно, можно потрогать, Степушка, можно! Степа, а его хочешь потрогать? А я потрогаю! Хочешь? Хочешь его потрогать, нет? Сеня! Сеня, да? Такие у него лапы! Ну, прямо как живой! Он даже даже моргает! Палец такой мы уже один оторвали! Он даже моргает! Ну-ка! Степа, подождите! В общем, малышня у нас в этом году накатались на всяких новых аттракционах, посетили новые места, несмотря на то, что мы этот парк посещаем несколько раз обычно за лето, но ранее не все аттракционы были нами опробованы, потому что в основном дети предпочитают те, которые им уже знакомы. А сегодня мы целенаправленно водили их и уговаривали попробовать что-то новенькое, и дети, конечно, остались в полном восторге. Все, закрою сейчас вас тут и уйду. Смотри, Степа! Степа, у него в когте вообще! Что, Степка, там? Еще один азов? Еще один азов! Смотрите, у него даже язык трясется! Такой забавный! Ой, ну Степка-то вообще, Соня, в восторге! Конечно! Степа-то бежать не знает, от какого динозавра к какому! Скорость не превышай! Скорость не превышай! А, то там гаюшники пустые! Полетел! Полетел, все! Улетел? Да! Классно! А ты квадроцикл, квадроцикл! Квадроцикл это такой же пугольный! Ну тут-то лучше! Как же, наконец-то и я дорос! Боишься? Наконец-то! Классно! 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 малышня напрыгались на батутах стёпа кстати прыгал впервые вон глядя чина соню просто попросился но ему не понравилось прыгать высоко поэтому особо сильно его не подкидывали дабы не отбивать охотку в следующий раз попробовать но потом ребята катались на кануях надеюсь правильно называю стёпа тоже опять сначала испугался но посмотрев на соню и на сенью попросился чтобы его тоже посадили в общем классный аттракцион спокойный такой умиротворяющий в описании привет дорогие друзья рада видеть вас на своем канале после столь длительного перерыва в общем сегодняшний видеоролик начинаем с покупок ездили на рынок закупились немного фруктами и овощами во-первых взяли помидоры но уже тянуть было некуда потому что все уже сентябрь дешевле так понимаю не будет поэтому взяли самые дешевые которые нашли по 90 рублей были по 80 но такие даже на заготовке не стала брать в общем по 90 вот хорошие крепкие сливка три ящика здесь 30 килограмм будем делать перетертый томат и хреновую закутку потом взяли кабачки здесь по моему 7 или 8 килограмм на кабачковую икру так еще взяли виноград по цене тут я уже не скажу я не помню груши так а кабачки кстати по 70 рублей по 75 или по 70 нектарины немножко это так свежим на еду ой персик уже гром гремит у нас персики вот такие большие спелые лук на тоже кабачковую икру морковь тут у нас огурчики немножечко тут укропчик свежий побольше взяла два килограмма чеснока чеснок по 300 в основном у всех но вот по 260 еще нашла взяла два килограмма такой хороший так здесь у нас тоже морковка две дыньки колхозницы и взяла манго вот две штучки взяла которым нужно полежать дней 10 они такие еще крепенькие но специально взяла чтобы вот размножились но все не съедим и три штучки вот такие прям супер спелые они страшные конечно я думала не все уже в разрезе показали они прямо такие супер спелые сочные несмотря на то что такие страшненькие они очень мягкие вот таких вот три штучки взяли манго у нас по ну на рынке по 300 рублей килограмм с рынка это по моему все заезжали еще в светофор там что по мелочи взяли но светофор наверно не буду показывать там ничего такого особо интересного сегодня не брала из посуды только взяла две супницы детям потом покажу и еще заезжали в обувной там детям взяли сланцы степка же свои выкинул у нас сегодня получалось есть нового купить в общем сланцы синий взяли сланцы с собой санаторий возьмет но в светофоре там что по мелочи взяли какие-то печеньки томатный томатный соус какой-то я взяла конфетки сенька себе всякой лапши набрал так тут тамки ну короче там вроде светофора ничего интересного кофе взяли какой-то светильник а вот три в одном еще взяла вот такую упаковку редко пью очень потом мне надолго хватит я если там раз в месяц пакетик себе сделаю ну короче конфет каких-то такое все какой по такой такой бабушки не надо я говорю маме надо цветочек взять раз на цветы начала покупать драцену такую я люблю такую драцену соня где ой цветочки вот тут живые так а эти вот сколько миллиметров вот таких надо тоже возьми тоже таких парочку друзья мои закупилась во всем банками взяла сразу побольше чтобы потом уже к этому вопросу долго не возвращаться в общем здесь в упаковке 12 штук мы взяли 4 упаковки пол-литровых и две упаковки взяла объемом 300 миллилитров отличный объем как раз для кабачковой икры обычно я закрывал в пол-литровых банках но нам многовато потому что вот обычно вот знаете где-то треть остается и болтается пока не испортится поэтому как раз вот 300 миллилитров будет в самый раз сейчас я банки помою простерилизую и займусь уже овощами приступаю друзья к заготовкам конечно же первым делом нужно простерилизовать банки это тот момент где никаких споров быть не может если заготовка маринованных огурцов и помидоров может вызывать некие споры по поводу стерилизации банок то здесь абсолютно точно на сто процентов могу с уверенностью сказать банки стерилизуем обязательно потому что у нас будет готовый проваренный продукт и опять же для хреновой закуски несмотря на то что мы ее мы варить не будем под нее все равно обязательно банки стерилизуем это будет способствовать более длительному хранению поэтому банки я все тщательно промыла знаю моют из уксуса и с содой я мою обычным средством для мытья посуды потому что потом все равно отправляю стерилизоваться крышками я кстати обзавелась новыми не стала использовать больше крышки из светофора заказала с волберис по моему и взяла белорусские но в общем посмотрела какие более-менее с хорошим рейтингом хотя до этого мы знаете покупали крышки на рынке нормальные всегда были но я взяла специально вот цветные как мне писали в комментариях и по моим личным наблюдением цветные крышки действительно почему-то лучше обычно по качеству и вот эти вот белорусские мне очень понравились они значительно толще и даже вот тактильно более прочными кажутся более такими плотными поэтому я надеюсь что моя консервация будет прекрасно стоять так как крышек мне нужно будет много чтобы каждую отдельно не мыть не тратить на это много времени я просто выложила их все в большую кастрюлю добавила туда средства для посуды хорошенечко их там все прополоскала потом воду сменила на чистую и поставил их пока кипятится но и сама в это время начала подготавливать помидоры помидоры вообще классные промо не такого оптимального размера они очень плотные это сливка я думаю что все поняли и я для заготовок люблю обычно использовать именно сливку во первых она гораздо дешевле нежели другие помидоры во вторых она здорово подходит для заготовок из-за того что в ней меньше жидкости поэтому получается на выходе продукта готового например этого же перетертого томата гораздо больше нежели из помидорок которые содержат большое количество жидкости помидоры я тщательно промываю и далее их буду подготавливать к дальнейшей переработке обязательно срезаю вот это место крепления плодоножки и несмотря на то что у меня помидоры и так небольшого размера и в принципе они целиком у меня поместятся в отверстие мясорубки я все равно их еще дополнительно разрезаю хотя бы на две половинки для того чтобы посмотреть что внутри у них все хорошо бывает что вроде бы целая помидорка никаких дефектов на ней не видно никаких признаков болезни или присутствия каких-то паразитов но ты ее разрезаешь и там внутри какая-нибудь чернота или еще что-нибудь поэтому чтобы вот потом не испортить так сказать уже большой подготовленный объем продукта какой-нибудь одной помидоркой которая кажется дефектной я лучше изначально их все разрежу потрачу на это буквально может быть ну полчаса на весь вот этот вот объем несколько партий несколько подходов сделаю но зато я точно буду уверена и буду знать что у меня все помидорки как на подбор свеженькие красивенькие без дефектов без болезней без плесени и так далее поэтому каждая помидорка у меня обрабатывается буквально в два движения я срезаю место крепления плодоножки потом ее разрезаю пополам и отправляю в отдельную емкость забыла сказать что сейчас я подготавливаю помидоры для приготовления хреновой закуски хреновины хренадера кому как нравится больше мы всегда называли ее хреновой закуской и это одна из наших любимых заготовок на зиму и несколько лет после переезда мы были лишены этого удовольствия поэтому в этом году я решила закрыть побольше баночек так как была такая возможность купить корня хрена побольше корень хрена у меня уже лежит в морозилке дожидаются своего часа так как мы его купили намного заранее и хочу сказать наперед что заморозку он прекрасно перенес то есть он не потерял свою ядренность особенно вот у нас был прямо свежий только что практически выкопанный корень хрена так вот такой свежий хрен просто прекрасно перенес заморозку он ни грамма своей ядренности не потерял поэтому вполне можно таким способом его сохранить до нужного удобного для вас времени когда у вас будет время заняться заготовками или когда подешевеют помидоры как например я ждала рецепт хреновой закуски друзья невероятно прост на 1 килограмм томата мы берем 100 грамм хрена 100 грамм очищенного чеснока хрен тоже уже в очищенном виде взвешиваем и одну чайную ложку соли у меня было заготовлено 800 грамм хрена соответственно на 800 грамм корня хрена я беру 8 килограмм томатов хрен я замораживала порционно сразу же по 100 грамм его фасовала чтобы было удобнее потом чтобы мало ли думаю буду частями покупать помидоры может там два килограмма три чтобы я могла читать нужное мне количество пакетиков и у меня уже все было заранее рассчитано баночки у меня к этому времени уже простерилизовались я подготавливаю блендер в котором я буду измельчать корень хрена с небольшим количеством томатов ну буквально несколько долек помидорок туда бросаю для чего я это делаю отдельно не сразу же прокручивая все на мясорубке вместе с томатами для того чтобы не распространялся запах хрена чтобы когда ты его измельчаешь ты не зашел весь на сопли слюни слезы в общем для того чтобы не вдыхать эти пары и вот в блендере либо в обычном маленьком измельчителе от погружного ручного блендера получается как раз самый безопасный такой вариант потому что все герметично закрыто внутри все измельчается потом ты уже просто измельченный корень перемешиваешь с перетертыми томатами ну а небольшое количество помидор я добавляю просто для того чтобы корень хрена легче измельчался потому что это все-таки особо твердый продукт и во первых далеко не каждый блендер справится с его измельчением а у меня он еще и замороженный а во вторых запах опять же меньше распространяется когда он перемешивается сразу же с томатом поэтому как по мне это получается такой самый безобидный вариант измельчения который я использую уже несколько лет и полностью им довольна в этом году вот я пробовала новый блендер как раз для измельчения корня хрена причем опять же напомню он у меня был замороженный у вот такого стационарного блендера не особо большие ножи даже учитывая что они зубчиками и особо острые все равно площадь самого лезвия гораздо меньше нежели к примеру у ручного измельчителя поэтому учитывая что корень хрена был еще и замороженный довольно трудно у блендера получилось измельчить этот корень хрена но все-таки с горе пополам он справился буквально в два этапа я измельчила весь корень где-то по 400 грамм за каждый подход далее всю эту полученную суперароматную супер ядреную смесь отправляю сразу же в большую кастрюлю где мы будем все смешивать с томатом ну а томат собственно готовится проще простого мы просто все помидоры которые мы до этого подготовили пропускаем через мясорубку я пользуюсь обычной крупной решеткой которую в принципе обычно используют для приготовления фарша и просто все помидоры пропускаю через мясорубку периодически чередуя с очищенным чесноком которого у меня 800 грамм единственный минус что довольно большой объем продукта в итоге получился у меня в кастрюлю все не поместилось поэтому пришлось разделить на две емкости и там уже в общем на глаз ориентироваться где сколько хрена попало где сколько соли потом это все в общем я несколько раз перемешала туда-обратно переливала чтобы все-таки вкус в обоих емкостях получился одинаковые и хрен с солью равномерно перемешались по всему объему томатов уксус сахар ничего такого я в хреновую закуску не добавляю перец болгарский тоже паприку тоже то есть у меня идет только чеснок только корень хрена и только соль 1 столовая ложка на килограмм томатов соответственно у меня здесь помидоров 8 килограмм значит я добавила 8 обычных столовых ложек соли без особой горки не особо крупные не особо мелкой такого среднего помола соль равномерно перемешала по всему объему томатов и далее остается только разлить наш хренадер по стерильным банкам я разливаю по банкам объемом 500 миллилитров для нас это оптимальный размер хотя можно было бы разлить даже наверное по баночкам меньшего объема все-таки чем больше объем банки если вы закуску едите довольно медленно то тем быстрее она просто выветрится поэтому может быть даже объем 300-350 миллилитров баночек был бы более оптимален если вы ну вот не готовы к примеру за два за три подхода съесть пол-литровую банку ну я как-то вот у нас повелось я закрываю хренадер именно пол-литровыми банками обязательно закручиваю стерильными крышками и убираю сразу же на хранение в холодильник к большому сожалению друзья такой хренадер какой бы он не был ядрен и при комнатной температуре к сожалению не хранится поэтому его нужно хранить обязательно в холоде в нашем случае мы используем холодильник если у вас есть какой-то холодный погреб под пол можно наверно попробовать похоронить и так но вот что я что мама у меня всегда хранили его именно в холодильнике потому что его нужно поддерживать всегда в таком прохладном состоянии холодильнике он может храниться до года но у нас он никогда не стоял настолько долго в холодильнике максимальный срок хранения который я знаю что он точно стоит это полгода вот это если на собственном опыте дольше он обычно не проживал никогда мы его уже к этому времени всегда съедали но вообще хренадер хранится до года и вот тут такой тоже спорный вопрос говорят что чем больше хрена и чеснока чем более он ядреный тем лучше он хранится но опять же повторяюсь вопрос спорный вот в комментариях недавно писали что чем больше чеснока тем он наоборот быстрее портится не знаю вот у меня есть пропорции которыми я пользуюсь и именно с этими пропорциями хренадер в холодильнике хранится прекрасно полгода точно а там я думаю что и больше тоже простоит и все друзья взвешиваем уже в очищенном виде паночек у меня в этом году получилось достаточно большое количество нам этого точно будет достаточно и с родителями еще поделимся но мысль о том что попробовать как-то хранить хренадер вне холодильника при комнатной температуре меня вообще не покидала я еще в прошлом году над этим вопросом думала и мне было жалко просто попробовать потому что в прошлом году у меня было ограниченное количество корня хрена всего стоили 200 грамм поэтому ну как-то вот с таким маленьким количеством жалко экспериментировать а в этом году я решила все-таки попробовать поставить так сказать эксперимент и прогреть хренадер хорошенечко его прокипятить закрыть его точно так же в стерильные банки посмотреть как он будет храниться при комнатной температуре взорвется и взорвется забродит в общем как он себя будет вести и если он будет стоять то сколько он будет стоять как надолго в общем его хватит поэтому часть вот уже готовой смеси до готового хренадера я просто хорошенечко прогрела до плите довела его несколько раз до кипения чтобы он у меня в общем равномерно весь объем продукта хорошо прогрелся до состояния кипятка и потом разлила тоже его по стерильным банкам закрыла также стерильными крышками и оставила его остывать при комнатной температуре посмотрим как он будет себя вести и самое главное посмотрим повлияет ли как-то на вкус то что мы его проварили потому что в чем прелесть хренадера чем он мне нравится это именно своим свежим вкусом что это именно свежий томат и чувствуешь эту свежесть это этот летний вкус и возможно если его проварить вот эта свежесть как раз потеряется это будет больше походить может быть на какой-то соус или просто на перетертый томат который я использую для приготовления соусов от этого я очень боюсь пока друзья не вскрывала не пробовала я думаю что мы сделаем это чуть попозже пусть он немножечко еще настоится а потом я вам обязательно расскажу как-то повлияло на вкус термическая обработка или нет и обязательно буду держать в курсе дела как он хранится если на вкус не повлияет и при этом хранится будет здорово это будет просто замечательно но кстати друзья есть еще железобетонный так сказать вариант хранения хренадера это его заморозка я сама не пробовала замораживать но неоднократно каждый год мне об этом пишут в комментариях абсолютно разные люди и много людей о том что его замораживают и это абсолютно никак не влияет ни на его вкус ни на его ядренность замораживать в обычных пластиковых бутылочках из-под воды там по 500 миллилитров и как бы действительно это удобный формат когда тебе необходимо эту бутылочку достаешь из морозилки просто при комнатной температуре ее размораживаешь взболтаешь и вот тебе пожалуйста как будто свежий хренадер в этом году я уже эксперимент один поставила в следующем году обязательно попробую вот точно так же в бутылочках заморозить посмотрим что из этого получится но судя по количеству отзывов ежегодных комментариев на эту тему я так понимаю что действительно вариант рабочий поэтому можете попробовать такой вариант и если у вас опять же позволяет место в морозилке потому что там даже 10 бутылок по 0 5 это достаточно большой объем который нужно где-то в общем-то выкроить ну а теперь приступаю к приготовлению перетертого томата все помидоры снова помыла и проделываю с ними все то же самое перетертый томат друзья это вообще просто потрясающая заготовка во-первых своей простотой во-вторых своей универсальностью я в перетертый томат не добавляю не соль не сахар не уксус не там перец это только томат в чистом виде именно за счет этого он прекрасен своей универсальностью то есть вы можете его использовать как основу любого соуса в общем-то для чего обычно я его и готовлю и так же его можно использовать в любом блюде где вам требуется помидоры или томатная паста классные соусы можно делать и для мяса и для пасты в общем это самая самая просто универсальная заготовка из всех которые я делаю и самая простая опять же потому что ничего делать то по сути не нужно я подготовила томаты нарезала их на половинке и просто пропустила их через мясорубку в принципе то же самое что и мы делали при приготовлении хренадера на этом подготовка ингредиентов закончена я весь перетертый томат отправляю в большую кастрюлю и просто хорошенечко его прогреваю на плите довожу его буквально два-три раза до кипения постоянно перемешивая чтобы у нас равномерно весь томат прогрелся буквально может быть минут пять-десять-пятнадцать ну если вы там боитесь можете дать ему покипеть и разливаете сразу же в горячем виде по стерильным банкам завинчиваем к стерильными крышками такой томат несмотря на то что он без соли и без сахара так как томат сам по себе является такой таким кислотным продуктом то есть сам по себе консервант то он прекрасно хранится при комнатной температуре это уже проверено я проверяла это в прошлом году делала заготовку точно такую же и хранила его просто под кроватью усе не в комнате прекрасно стоит простоял от лета до лета вообще никаких проблем уже следующим летом я его там остатки там две-три банки у меня оставалось я убрала в холодильник но я думаю что они прекрасно простояли бы и дальше в общем я с этим томатом делаю соусы для пасты для мяса там в эти же голубцы в ежики и да хоть куда везде где вам нужен томат вы можете добавлять его заправляете какими-то специями какие вам нравятся под конкретное блюдо и у вас множество различных соусов разных абсолютно на вкус но на основе одного и того же томата далее друзья мне пришлось немного прерваться уехать из дома у нас забыла сказать что сеня сейчас в санатории да учебный год но у нас подвернулась путевка бесплатно именно лечебная по его профилю да по заболеваниям дыхательной системы поэтому конечно же таких предложений не отказываются и он на 21 день на всю смену уехал у нас в санаторий здесь у нас в анапе отдыхает на первой береговой линии лечится поправляет здоровье так вот у него началось обострение сейчас цветет амброзия и мне позвонили сказали чтобы я привезла все необходимые лекарства поэтому пришлось позвонить маме хорошо она сегодня отдыхала чтобы она меня свозила и передать ему лекарства домой вернулись мы уже ближе к вечеру все равно поездка сейчас занимает достаточно большое количество времени все равно дороги перегружены вот поэтому времени ушло много но так как у меня сегодня все-таки было запланировано что у меня сегодня день заготовок я в любом случае все что запланировала решила сегодня закончить успеть Поэтому я сразу же приступила к приготовлению кабачковой икры. Я ее делаю не особо много, потому что мы ее едим так в охотку, не каждый раз. Поэтому я большие объемы кабачковой икры не закрываю. И в этом году я решила сделать именно в маленьких баночках. Поэтому специально купила объемом 350 мл. В общем, я уже об этом рассказывала. Кабачковая икра готовится тоже максимально просто. И каждый год она получает огромное количество положительных отзывов. Кто попробовал ее приготовить по моему рецепту. Поэтому если вы ищете, находитесь в поисках вкусной кабачковой икры, то попробуйте и вы закрыть по моему рецепту. У меня рецепт кабачковой икры, которая максимально приближена по вкусу к магазинной. Потому что я сама люблю именно магазинную кабачковую икру. Поэтому когда я для себя подбирала рецепт, какой буду делать я, я, конечно же, ориентировалась на свои вкусовые предпочтения. И вот это именно тот рецепт, по которому кабачковая икра максимально приближена по вкусу к магазинному варианту. Готовится, друзья, она очень просто. Мы подготавливаем все овощи. Это лук, морковь, это кабачки. Я все пропорции оставлю в описании под видео. И также оставлю вам ссылку на отдельный видеорецепт, который вы можете сохранить себе в отдельный плейлист. Так просто будет удобнее. У меня в рецепте будет ингредиентов меньше. Но обычно я закрываю, как минимум, двойную порцию. Поэтому у меня тут сегодня побольше всего. Для подготовки требуется минимум. Мы берем лук, нарезаем его кубиком. Можно, в принципе, покрупнее нарезать, потому что потом все равно все будем измельчать блендером. Но просто чем меньше нарезано, тем лучше протушиться быстрее. Меньше времени уйдет на вот эту вот термическую обработку. Морковь я натираю на крупной терке. Далее на растительном масле сразу же в большой кастрюле, в которой мы будем все это дело тушить, обжариваю лук с морковью. Чеснок измельчила, просто ножом порубила. Тоже обжариваю вместе с луками морковью. И оставляю минут на 10-15. Все это дело потушиться, пожариться. В это время подготавливаю кабачки. Кабачки я нарезаю кубиком. Смотрите, если у вас кабачки небольшие, молоденькие, как у меня, можно пустить туда их вместе с семечками, вместе с кожурой. Я кожуру убираю. Это вот прямо наш такой небольшой пунктик. Мы не любим с кожурой, поэтому даже молодую я все равно снимаю. Ну а семечки решила в этот раз оставить. Они прямо очень мягкие были, такие незначительные. Если у вас большое количество кабачков, переростков огромных, которые вы не знаете, куда одеть и что из них приготовить, то вот как раз приготовление кабачковой икры, это идеальный способ их, так сказать, утилизировать. Пустить их в дело. В общем, приготовить из них что-то вкусненькое. Но естественно, что с больших кабачков мы тогда снимаем кожуру и полностью достаем все семечки, используем только вот эту мякоть. Перед добавлением кабачков я еще добавила необходимое количество соли и сахара. В общем, нарезанные кабачки я отправляю к луку с морковью и чесноком. Можно перемешать, можно так сверху оставить. И накрываю крышкой на небольшом огне, оставляю их тушиться. Время тушения 30-40 минут. Смотрите по мягкости овощей, то есть они должны быть мягкие. Они должны выделить достаточно большое количество сока и в этом соке уже тушиться. Ну и когда овощи у нас уже хорошенечко протушились, я добавляю сюда томатную пасту и черный молотый перец. Перемешиваю хорошенечко все это дело и оставляю еще потушиться 5-10 минут, чтобы у нас ингредиенты хорошо между собой объединились. Спустя это время осталось только добавить небольшое количество уксуса, обычного 9% уксуса. Сколько нужно эссенции, друзья, я не знаю. Я использую всегда во всех заготовках обычный столовый уксус. По рецепту у меня идет 1,5 столовой ложки, но так как у меня сегодня порция всех ингредиентов двойная, соответственно, я беру 3 столовые ложки уксуса. Перемешиваю хорошенечко и далее все это дело измельчаю при помощи погружного блендера до идеально однородного состояния. Я очень не люблю, когда в кабачковой икре попадаются какие-то кусочки. Не дай бог лук мне попадется, я его не ем. Поэтому я всегда измельчаю тщательно и долго, пока масса не будет максимально такая воздушная, максимально однородная. Друзья, я очень прошу прощения за сегодняшнюю озвучку. У меня ужасный отек, я не могу, я уже всем забрызгала и все таблетки выпила. Ничего не помогает, говорить трудно, но все равно мне нужно эту озвучку сегодня записать. Как бы сложно мне не было говорить, а вам тяжело слушать. В общем, после того, как я всю икру измельчила при помощи погружного блендера, даем ей покипеть еще хотя бы минут 5 под крышкой обязательно, потому что после того, как мы ее измельчим, она начнет стрелять. Поэтому лучше прикрыть крышкой для вашей безопасности. И буквально через 5 минут можно разливать ее уже по стерильным банкам, прямо вот такую вот горячую, кипящую. И лучше, наверное, наполнять банки максимально под горлышко, потому что после остывания у меня вот икра немножечко осела, и банки получились не особо наполненные, поэтому, может быть, нужно их наполнять чуть больше. Кабачковую икру всегда переворачиваю. Хотя говорят, что этого не нужно делать с крышками твистов, но я обычно переворачиваю и обязательно закрываю теплым толстым полотенцем, таким прямо банным, для более медленного остывания. И все, друзья, на этом все заготовки, которые я сегодня планировала сделать, я сделала. Я осталась с собой довольна. Надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. И прощаюсь с вами до следующего видеоролика. Я вас, друзья, всех люблю, всех вас целую. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»